Здравствуйте! Это программа День здоровья. Меня зовут Ирина Максимова. Чтобы не заболеть зимой, надо больше есть углеводов. Об этом сообщают диетологи. В холодное время года организму требуется больше энергии для согревания. О пользе углеводов для здоровья в зимний сезон сообщили российские специалисты. Зимой часть пищи, которую мы едим, идет на покрытие энергетических нужд. При холодной температуре эти траты повышаются, поэтому можно рекомендовать к употреблению высокоуглеводную пищу. Однако они обратили внимание на то, что при их употреблении важно следить за балансом калорий. Нужно потреблять столько, сколько организм тратит. Иначе при переизбытке может развиться ожирение. Но главное есть правильные углеводы и, конечно, не переусердствовать. А сейчас новости здоровья. Неправильное питание может подорвать здоровье всего за два дня. Исследователи провели уникальный эксперимент. Большое количество углеводов, жиров и соли в пище, бургерах и картошке фри вызывают, кроме быстрого набора веса, еще и стойкое повышение уровня инсулина. И такое питание в том числе сказывается на состоянии зубов. Японские ученые выяснили, что на здоровье пагубно влияет не только недосып, но и слишком долгий сон. По их словам, подобные крайности повышают риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Они установили, что пара бессонных ночей способна нарушить работу более сотни различных белков в организме человека. Прежде всего, страдают соединения, отвечающие за обмен веществ и содержание сахара в крови. Контакт с домашними животными укрепляет иммунитет ребенком, установили финские ученые. Ранее считалось, что домашние питомцы способствуют возникновению детской аллергии. В процессе игры с животными ребенок опосредованно получает некоторое количество кишечных бактерий. В дальнейшем это способствует защите от аллергии и более крепкому иммунитету, заявляют исследователи. Забота о здоровье своего ребенка – это святое. Детский медицинский центр «Педиатр» поздравляет всех телезрителей с наступающим 2019 годом и Рождеством. Всех мам и пап, которые заботятся о здоровье своих детей и желают получить советы опытных детских врачей, приглашают посетить «Педиатр». Он работает для вас в выходные и праздничные дни. Съемочная группа программы «День здоровья» накануне побывала в медицинском центре. Об этом наш следующий сюжет. Профессионализм проверенной временем и передовое медицинское оборудование – это то, чем действительно может гордиться педиатр. Здесь представлен широкий спектр медицинских услуг, которые оказывают врачи, одни из лучших в городе с большим опытом работы. Кандидаты и доктора медицинских наук – четыре профессора. Врачи высшей и первой категории – педиатр, детский аллерголог, иммунолог, отоларинголог, гастроэнтеролог, нефролог, дерматолог, детский уролог, гинеколог, ортопед, хирург, кардиолог, психиатр и невролог. Здесь можно получить комплексное лечение, начиная от диагностики до медицинской реабилитации. Очень важно не пропустить перинатальную, врождённую патологию центральной нервной системы. Поэтому до года невролог осматривает детей в месяц, в три, в шесть, в девять и в год. Если ребёнок здоров, и родители обращаются при наличии жалоб. Ежедневно в клинике педиатр можно сделать спирографию ЭКГ УЗИ. Причём аппарат УЗИ позволяет проверить сосуды головы и шеи, а также суставы. Спектр патологий, который мы можем диагностировать с помощью ультразвука, достаточно обширен. Оборудование экспертного класса. В полном объёме позволяет достоверно установить диагноз, и что в последующем приведёт к хорошему результату лечения и выздоровления. К тому же в центре можно вызвать на дом педиатра, невролога, ортопеда и окулиста. Важно, что здесь работают офтальмологи высшей категории, которые проводят все виды современного офтальмологического обследования, как для подростков, так и для малышей. Бесконтактный офторефрактометр. Применяется он для измерения рефракции, фиксации взгляда, диаметра зрачка и межзрачкового расстояния у детей от шести месяцев. То есть это позволяет ребёнку не нервничать, то есть более точно определить все его исследования. Атмосфера в клинике педиатра располагает к психологическому комфорту ребёнка, не создавая ощущения больницы. Центр работает без выходных. Педиатр имеет доступную ценовую политику и всегда ждёт маленьких пациентов на набережной Степана Разина, 22А и Мусоргского, 4-53, площадь Мира. А сейчас о том, как будут работать медучреждения в Твери в предстоящие праздники. Ознакомиться с графиком можно на сайте регионального Министерства здравоохранения. А сейчас вкратце. Поликлиники и женские консультации будут работать до 31 декабря, а также 3 и 6 января с 9 утра и до 3 часов дня. Дежурными врачами в это время выступят терапевт, педиатр, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог. Кроме того, будут доступны центры выписки лекарств, службы неотложной помощи и вызовов специалистов на дом. Травматологические службы собираются работать в 1-й, 6-й и 7-й горбольницах с 8 утра и до 7 часов вечера. Стоматологический кабинет экстренной и неотложной помощи в 1-й поликлинике на Беляковском переулке будет вести прием в круглосуточном режиме для оказания экстренной стоматологической помощи в выходные и праздничные дни. Это была программа День здоровья. Увидимся на следующей неделе. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!